Всем привет! Меня зовут Юля и я рада видеть вас на своем канале. Сегодня я хочу показать свои новые лаки, гей-лаки и разные средства по уходу за ногтями от марки NOOB. Это новинка на рынке Украины, производитель продукции США и на сайте вы можете увидеть огромную цветовую палитру и выбрать тот оттенок, о котором давно мечтали. Качество лаков и гей-лаков просто замечательно. Я уже все протестировала и теперь хочу поделиться с вами своим отзывом. Давайте, наверное, сделаем так. Сперва я вам покажу декоративные лаки, а потом мы уже перейдем к гей-лакам. Здесь у меня 6 штучек, очень красивые, необычно яркие цвета. Еще хочу заметить, продукция мне пришла хорошо упакована. В таких вот коробочках, в общем, все дошло без проблем. На сайте представлена довольно-таки большая линейка по уходу с ногтями и вот средства, которые я выбрала. Первое это отшелушивающее средство для смягчения кутикулы. Оно из себя представляет такую вот кремообразную жидкость светло-зеленого цвета с фруктово-цитрусовым ароматом. Почему-то напоминает мне яблоки, может быть, из-за цвета. Кисточка удобная, длинная. У всех этих средств, кстати, объем 15 мл и одинаковая кисть. Его нужно нанести на кутикулу, немного подождать, помассировать, и она становится мягкой. Затем вы берете апельсиновую палочку и с легкостью отодвигаете. Это очень удобно перед нанесением лака, чтобы все это красиво выглядело. Следующее, что у меня здесь есть, это основа под обычный декоративный лак. Как я уже говорила ранее, у них у всех одинаковая кисточка. Консистенция не густая и не жидкая. Легко наносится на ногти, быстро сохнет. Она необходима для того, чтобы цветной пигмент не проник в ногтевую пластину, не окрасил ее. Так что основой нужно пользоваться обязательно. Еще я заказала два таких лака. Объем 14 мл, у каждого лака есть свое название и артикул 42 и 26. Давайте я вам покажу, наверное, брошюру. Вот, смотрите, такое вот разнообразие цветов. Вот мой оттеночек 42 и вот еще один, второй. Согласитесь, очень красивые такие насыщенные, сочные оттенки. Этот лак я уже тестировала, качество мне понравилось. Я его наносила в два слоя, не покрывала топом, закрепителем. И хочу сказать, что продержался он где-то 4-5 дней, никаких сколов не было. Вообще сколов не появляется, он начинает сходить у края. В общем, качество просто замечательно. Думаю, что закрепителем он продержался бы еще дольше. Кстати, у тюбиков такие вот интересные прорезиненные колпачки, что помогает с легкостью их открыть. И у этого лака еще такая вот тонкая длинная кисточка. Этот же цвет я еще не тестировала. Давайте сделаем это вместе. Конечно же, такой оттенок больше подойдет, наверное, на лето, на весну. У меня есть такая ромашка. Но я уже вижу, что он такой полупрозрачный, но красивый, смотрите. Это один слой. И таким вот образом выглядит второй слой. И я хочу заметить, что на прозрачной ромашке и этот лак два слоя, и этот выглядят все-таки немного прозрачными. На ногтевой пластине это совсем другое дело. Оттенки более насыщенные. Хочу обратить ваше внимание еще на два таких очень классных средства. Здесь у меня сушка-закрепитель для лака и матовый закрепитель лака. Объем по 15 мл. Консистенция у них хорошая. Лаковое покрытие не смазывают. Как я наношу сушку для лака? Как она вообще работает? Сперва я наношу один слой декоративного лака. Жду 3-4 минуты. Этого вполне достаточно. Наношу второй слой. И через 30 секунд наношу сушку. Действительно с ней ногти сохнут намного быстрее. Нет вот этой вот липкости. Но все-таки я вам не советую обуваться или одеваться. Потому что вы можете просто вот не то что стереть, а покрытие. Просто могут остаться следы. Вот. Как работает матовое покрытие? Это просто удивительный продукт. Он не просто делает лак матовым. Он усиливает цвет. Делает его более ярким, более глубоким. Сейчас вы можете видеть это на примере декоративного лака под номером 42. Действительно цвет стал красивый. Если вам надоел глянцевый маникюр, вы можете в любой момент взять матовое покрытие. И ногти уже будут выглядеть совершенно по-другому. Теперь мы с вами переходим к гель-лакам. Я заказала 6 красивых оттенков. Еще в посылку мне положили такую вот брошюру. Смотрите, какая тут большая цветовая палитра. Я думаю, что вы выберете то, что нравится именно вам. Тут лаки просто на любой вкус. Вот. Опять же, каждый лак имеет свое название и артикул. Но, конечно же, не обойтись без основы под гель-лак и без закрепителя. Они идут в таких вот черных бутылечках. Объем 8 мл. Хочу показать вам кисточку. Смотрите, как она ровно подстрижена. Это очень важно. Позволяет вплотную подобраться к утикуле и сделать красивый маникюр. Консистенция у основы просто идеальная. Она не жидкая, благодаря чему не затекает на коже вокруг ноготка и на кутикулу. Что касается закрепителя, то консистенция у него более жидкая. Но работать с ним также удобно. Также мне понравился зеркальный блеск, который делает это покрытие. Ногти очень красиво выглядят. Также оно предотвращает скалывание лака. И предохраняет лак от внешнего механического воздействия. То есть каких-то царапин или затертостей вы на своих ноготках не увидите это точно. Я заказала 6 оттенков гей-лака. И начну я с тех, которые уже тестировала. Первый оттенок имеет артикул 66 или 99. Скорее всего это 66. Да. Вот так он выглядит в каталоге. Вот. Этот оттенок идет шиммером. Так указано на сайте. Но на самом деле, помимо шиммера, здесь еще присутствуют такие крупные блестки. Давайте посмотрим поближе немного. И когда вы наносите его на ногти, тем более в два слоя, ровного покрытия не будет. То есть будут присутствовать вот эти блестки. Но это в принципе смотрится довольно-таки красиво. Здесь я уже подготовила палитру. Сейчас мы все это с вами нанесем и посмотрим, как выглядит этот лак. Сразу скажу, что в один слой, не знаю, как он сейчас будет на этой прозрачной ромашке, но на ногтях в один слой он создает просто идеальное покрытие, плотное, абсолютно не полосит. Даже на ромашке, видите, какое плотное получается покрытие. Вот. Сейчас помещу его в лампу. У меня LED лампа, этот гель-лак я в ней сушу всего лишь 30 секунд. Знаете, в жизни этот лак выглядит более малиновым. И сейчас я ставлю вам фотографию или кусочек видео, чтобы вы посмотрели, как выглядит лак спустя две недели на ногтях. И следующий лак просто потрясающий. Мне очень понравился под номером 71, золотой. Но на самом деле это скопление очень мелких, золотистых, маленьких блесточек. Смотрите, вот так вот он выглядит на голом ногте. Ну, понятно, что я нанесла базу, основу под лак. В общем, здесь нет никакого ни белого покрытия, ни желтого, ни розового. И посмотрите, какой вот насыщенный цвет. Ногтевой пластины не видно. Он полностью ее перекрывает, как будто вы нанесли блестки. Вот. И сейчас обратите внимание, вот так вот этот лак выглядит на белом и на розовом. Тоже очень красиво, необычно смотрится. И на вот этом вот ноготке я пыталась сделать такой градиент. Давайте посмотрим поближе. То есть сперва я нанесла его как бы в один слой. И у кончика ногтя я уже сделала второй слой и третий. Вот такая вот получилась красота. Совсем недавно, буквально вчера, я себе сделала новый маникюр гель лаками. Значит, здесь у меня оттенок номер 53, нежный розовый. Также два ногтя я решила выделить слайдер дизайном. Здесь такие вот розы на голубом фоне. И на этой руке маникюр выглядит вот так. На одном ногте слайдер дизайн, здесь блестки и опять нежный розовый лак. Но этот ноготь вы только что уже видели. Что касательно этого оттенка. Девочки, скажу вам, что я за ним гонялась уже очень давно. Но в основном в декоративных лаках. И у меня очень много было таких оттенков. И все они полосили. Ну, тут просто буквально все. Что касается этого, он не полосит. Давайте покажу, как он наносится в один слой. Он имеет плотный цвет. Вот так. Смотрите, вы можете видеть, что он прекрасно перекрывает пластину. Теперь я нанесу второй слой. Смотрите, как он ложится красиво. В общем, мой вывод таков, что если даже вы его нанесете в три слоя, он, конечно же, полосить не будет, но все равно местами будет немного темнеть ногтевая пластина. Вот что у меня получилось. Смотрите, да, на моих ногтях, наверное, это незаметно. Но если очень присмотреться под определенным углом, то видно, что она вот чуть-чуть просвечивает. Но вообще лак мне безумно понравился. Я долго такой искала. Следующий лак это белый под номером 48. И вот так вот он называется. Скажу вам, что это мой просто идеальный белый. У него замечательная консистенция. Кстати, оно у всех лаков практически одинаковое. Работать с ними очень удобно. Так вот, если вы работали с акриловыми красками, то этот лак ложится на ногти, как акриловая краска. Он с первого нанесения создает идеальное белое покрытие. Абсолютно не полосит. И прекрасно перекрывает ваши ногти. Смотрите, можете увидеть. Какая получается красота. Я его брала для того, чтобы наносить сверху какие-то наклейки. Ну, в общем, вы меня поняли. И знаете, на палитру даже не буду наносить второй слой, потому что белый лег просто идеально. Следующий лак это мятный. Обожаю подобный оттенок. Я, конечно же, его приобрела на весну и на лето. Вот такой вот номер 11. И называется он вот так. Кстати, давайте я вам покажу. В каталоге мятный представлен во многих таких вот цветах. Это вот мой 11. Также есть более голубой, есть бирюзовый. И здесь внизу мы можем увидеть также такие, можно сказать, оттенки мятного. Это 77, 76. Но это уже, пожалуй, совсем голубой 78. Вот. Давайте посмотрим, как он выглядит. Очень красивый оттенок. Яркий, насыщенный. Посмотрите, какая красота. Но почему-то на камере он вам кажется, наверное, белым. Не знаю, почему так получается. Видимо, в комнате очень светло. И дневной свет искажает цвета. Просто замечательный оттенок. Впервые его тестирую. Смотрите, с первого слоя идеальное покрытие и не полосит. И теперь переходим к еще одному оттенку под номером 74. Пожалуй, из всех, которые я вам показала, этот гель-лак с шиммером очень красиво блестит. Имеет самый сильный блеск. Это бордовый, такой богатый, насыщенный оттенок. Плюс, когда я ему покрою еще и финишным покрытием, эти лаки усилят свой блеск. С первого слоя просто идеально ложится на нашу ромашку. На ногти, конечно, желательно наносить в два. Для большей глубины оттенка. Вот, смотрите, какой он красивый. Девочки, в общем, гель-лаками я осталась очень довольна. Они держатся от двух до пяти недель, но я их тестировала только две недели, потому что не захотелось уже чего-то новенького. Но за это время абсолютно не было никаких сколов, трещин, отслоений. Качество мне очень понравилось. И напоследок хочу показать вам два очень нужных продукта. Это такое вот средство для удаления липкого слоя после полимеризации. Объем 250 мл, но на сайте есть еще объем 0,5 литра. И такое вот средство для удаления гель-лака. Давайте сейчас покажу, как они работают. Вот, смотрите, у нас гель-лак, но для тех, кто не знает, показываю, видите, он имеет такой липкий слой. Его необходимо обязательно удалить. Я беру такую вот безворсовую салфетку. Кстати, средство очень приятно пахнет какой-то экзотикой, то ли кокосом. Так, наносим на салфеточку. И вот таким вот образом удаляем липкий слой. После этого блеск глянцевый не исчезает. Ваши ногти будут очень красиво блестеть. Это средство для удаления гель-лака, либо биогеля. Оно безопасно и легко удаляет гель-лак, при этом не травмируя ногтевую пластину. В инструкции здесь указано нанести его на 10 минут. Что делала я? Я его держала где-то 15-20 минут, потому что для меня 10 минут это как-то маловато. И по прошествии этого времени я брала апельсиновую палочку и довольно-таки легко убирала лак с ногтевой пластины. Если оставались какие-то участки с гель-лаком еще, я еще на 5 минут замачивала те ноготки, и тогда уже покрытие легко снималось. Девочки, в общем, я осталась довольна этой маркой. Мне понравились как декоративные, так и гель-лаки. Понравилось их качество, стойкость и большая цветовая палитра. Напишите в комментариях, есть ли у вас лаки вот этой марки. Также скажите, какой вам больше всего понравился цвет гель-лака из показанных мной сегодня в этом видео. И ссылочку на интернет-магазин и вообще все остальные ссылки на свою группу ВКонтакте, Инстаграм я оставляю внизу под видео. Скажите, будет ли вам интересно, если я сниму отдельное видео, такой небольшой мастер-класс именно по гель-лакам. Покажу вам какой-то интересный весенний уже, наверное, дизайн. В общем, если вам такая идея интересна, то также дайте мне об этом знать в комментариях. Ну а с вами была Юля, до встречи в новых видео и всем пока!